Тум-тум, всем чао-чао, меня зовут Кичагин Эдуард, и у меня сегодня такой workspace, это храм Авраамия Болгарского, который я проектирую и который строится, все его видели, наверное, кто смотрит мои instagram stories снаружи, но изнутри я давно не показывал, потому что до интерьера мы еще найти не можем, вот, но сейчас такая, о, а чё бы не показать, покажу, ну, наверное, всем же интересно, в общем, вот, такой он немножко не линово-желтый, но это архитектура классика и разного рода компромиссы, очень-очень много компромиссов, вот здесь будут колонны Руста, вот здесь будут окна, тым-тым, с замковым камнем и с таким этим, как его, ну, будет как архитектура классика, и вон там башенка, и на ней купол, если у кого возникают вопросы, то история была вот такая, то есть, она очень интересная, да, очень интересная, цвет будет другой, я уже купил краску, вон там где-то стоит, и будет нежный бежевый, бежево-охоровый цвет, а история была такая, то, что вот это, это все морской контейнер, у меня был москвой контейнер, и купол с киоска, да, это было очень драматично, вот, ну, сейчас постепенно ситуация выправляется, и вон там проблема, там лишняя ступенька, ее будут срезать, потому что это ступенька профиля жести, ох, это тоже драма, не тут драма, везде драма, везде драма, и большая драма у меня в голове, ну, в общем, ладно, сейчас я пойду и продолжу стрим, ну, как мы, о, супер, я как раз видос запишу, в общем, ладно, вернусь обратно, тут будут арочные формы, вон там, вы видите, такая одна, их будет пять, там где я стою будет алтарь, тут будут царские врата, ну, потом я, наверное, проговорю этот проект, в общем, а сейчас я вернусь обратно, это мой workspace, там шурнал, строитель, да, мои ручки, это пилотовская, это Виндзер Ньютон, ну, вот этим я чаще всего рисую, а вот с этой экспериментой сейчас проходит, мой бешеный компьютер, вид из окна, ну, в общем, это на проекте, вот, и что я хотел проговаривать, я прошлый стрим проговаривал про то, как скетчинг работает, ну, в моменте проектирования, и проговаривал это на истории Коностаса, да, вот, и я сейчас продолжу эту тему, вернее, это будет не продолжение, а как начало развития, развитие, вот, а, нет, точно, это продолжение, потому что вот эта вот история, которая взята из вырицы, ну, она не прошла по ряду причин, и тогда я начал искать другой вариант, и вот я его сейчас радостно проговорю, пока у меня есть 10 минут, и как в этой схеме работает скетчинг, о, может быть, я даже покажу, и не покажу, я, наверное, оставлю ссылку внизу в описании к видео на уже рендер этого Коностаса, вот, я начал искать, как, какие формы я могу использовать, как я могу пойти вот в эту историю, то есть у меня было несколько условностей, в моей структуре должны быть царские врата, размером примерно метр пятьдесят, пятьдесят хорошо бы, ну, метр сорок минимум, и минимум восемьдесят сантиметров диаконские врата, чтобы тут мог выйти священник, вот тут мог пройти диакон, ну, и они должны быть два двадцать как минимум, потому что у них головные уборы высокие, ну, и вот это вот, там, и священники, которые там служат, они тоже, там, немаленькие, высокие, вот, и я примерно прикидывал вот эту историю, и тут вы видите еще следы вот этой вырецкой темы, а потом стали проходить фрагменты архитектуры классики, из чего складываются эти фрагменты, то есть тут простая арчная история, разбитая на два уровня и сегментированная вот такими вот пространствами для икон, то есть я думаю, тут икона, тут, 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 и тут, 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 вот эта вот структура, иконостас, который выше переломов формы арки, она поднимается вообще туда наверх, выше, Может быть, два ряда или три ряда. Там пространство более-менее позволяет. Вот такая вот форма пришла тоже оттуда, откуда я взял вот такой вот высокий иконостас из кишовской традиции. То есть там Покропская церковь, которая горела у нее, иконостас, вот с такими дьяконскими воротами и с таким очень большим иконостасом вверх, простейшим, простым. Здесь у меня получается некий симбиоз. То есть я хотел принести вот эту вот классическую историю и туда принести вот эту вот историю, которая является не совсем классикой, а это признаки такие характерные, того типа деревянного зодчества. Но получилось не очень, потому что если здесь я беру место, чтобы человек проходил комфортно, здесь уже у меня не получается пропускать его комфортно, потому что я срезаю вот так вот углы. А расширить эту историю я не могу, потому что у меня начинаются уже там стенки, которые ограничивают меня. И вот я сижу, прикидываю, делаю такой вариант. Сначала там делаю такую схему, такую. Ну, пробовал разные варианты. То есть, ну, если я его прорабатываю достаточно долго, то значит я... Ну, просто если я иду в правильном направлении, то я продолжаю его прорабатывать и параллельно думаю, это же прикольно. Рука рисует, а ты, ну, радостно думаешь, это очень-очень весело. Ну, во всяком случае, очень затягивает. Я это супер люблю. Вот. И начал наполнять его резьбой. Думал, где я могу использовать резьбу? Ну, опять же, при таком типе скетчинга, который я использую, создавать видимость резьбы, ну, так, довольно просто. Можно рисовать такие корябки. И они заполняются и выглядят... Сейчас покажу, как... Ну, сейчас я перейду. Выглядит хорошо. Потом я стал прикидывать их к моим натуральным размерам и к натуральному виду архитектуры. Там интересная композиция храма. Кто смотрит на инстаграм, те видели. Тут образуются такие карманы, углы очень любопытные. Мне нужно было их строить иконостас туда. И вот тут как раз пришло развитие вот этого верхнего ряда икон. Вы видите, трехуровневая структура получилась. И впереди вот это вот классические арки. То есть я отказался вот от этой истории, которая, кстати, сейчас на главной двери в храме. Вот главный вход в храм, он построен на такой форме арки, только более широкой. Поэтому я думал, если это приходит в иконостас, то это хорошо. Но нет, нет. У меня слишком мало пространства для этого, чтобы люди комфортно проходили вот в такой структуре. И еле-еле хватает пространства, чтобы люди проходили в такой структуре. Вот. Это, блин, проблема, это важно. Ну, если бы там те священники, которые слушают, ну, они были бы поменьше, так, то, может быть, и прокатило бы, а нет, не прокатило. Высокие, как я, ну, там, метр восемьдесят все. Вот. И в целом образно пришел вот к такому пониманию ситуации. Тут я немножко рисую разбредовку вот этого угла. Видите, какая у него странная форма. Вот вид сверху. Вот вид фронта. Тын-тын-тын. Вот более подробный вид фронта. Это как такой, получается, карман. Это как башня, которая идет туда вверх. В общем, я думал, думал, как использовать эту башню. Но особо-то, честно говоря, не придумал. Поэтому просто привел туда фрагменты иконостаса. Вот посмотрите потом в описании. Ссылка будет на ролик с визуализацией. И вот в какую историю я пришел дальше. То есть я думал, ну окей. У меня есть такая красивая и симпатичная структура. Вот она в целом. Вот она в следующей прикидке. То есть я так условно рисую, условно разбиваю. А, нет, не подходит, ну окей. Я сделал вот такой вариант. Вот эти царские врата. Везде тут идет резьба. Видите, заполняют таким паттерном. И создается впечатление такой богатой резьбы. Та-дым. Та-дым. И, соответственно, врата дьяконские. Вот они. Вот они вместе. Не знаю, что на меня нашло. Но я попробую сделать разбивку. На самом деле, вот здесь у меня почти нет пространства. Вот оно очень маленькое. Наверное, я тогда не выспался. Ну, короче, я добавил еще одну колонну. И это ритмично, мне кажется, очень хорошо работает. Если бы у меня было это пространство, то я бы его использовал. А, я вспомнил. Я тогда порадовался, что я могу быть неограниченным только пространством, которое мне доступно, такой, этой алтарной части. А я могу еще выходить в бок. Я подумал, а, там, наверное, у меня есть много места. Потом дошла до меня очевидность, что нет. Нет, у тебя это место. В общем, так я проработал. Вариант выглядит богато. Но на самом деле все делается очень просто и на автомате. И тут отбивка от низа, вот эти пьедесталы колонн. Вот они. И я думал, вот это будет такая высокая структура. Потом пришло понимание. Ну, еще раз съездил туда, еще раз все проверил, еще раз все прикинул, посмотрел на место. И пришла вот такая вот более классичная структура. Ну, то есть тут нормальная классичная арка. Она уходит в колонну. Колонна имеет признаки, но не сущность капителия. Колонна имеет пьедестал. И в ней располагается икона. И дальше следующий столб. И дальше начинаются дьяконские врата. Вот в таком виде. Сейчас покажу. Вот в таком. То есть вот этот маленький эскизик был прима-эскизом перед тем, как я делал вот эту историю. И начал смотреть, какие фрагменты я могу заполнять резьбой, а какие фрагменты я могу оставить под иконостас. И в итоге пришел к этой структуре, но немножко откорректированный. Тут икона, тут на дьяконских вратах икона. Вот эта вот история. Развивается, масштабируются немного другие пропорции. Вот у царских врат. Но в целом, вот. Налинный результат на эскизе. И смотрите в описании к видео. Там я положу то, что получилось в итоге. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. У тебя три минуты, я пока закрываюсь. Окей. И меня зовут Кичигендуард. И моя тема ландшафтная архитектура, архитектура, интерьерные решения. Вот тоже. И скетчинг по всем этим темам. Вот все. Всем пока. Чао-чао. Чекайте внизу в описании к видео. Там много полезного.